Бешеное вино Виноградные, больные, эгоистичные, праздные и вздорные, разъехались кто куда, на север, к себе по домам. Виноградный сезон окончился. К этому-то сроку и поспевает бешеное вино. Почти у каждого грека, славного капитана Алистригона, есть хоть крошечный кусочек виноградника. Там, наверху, в горах, в окрестностях итальянского кладбища, где скромным белым памятником увенчаны могилы нескольких сотен безвестных иноземных храбрецов. Виноградники запущены, одичали, разрослись, ягоды выродились, измельчали. Пять-шесть хозяев, правда, выводят и поддерживают дорогие сорта вроде чаус, шашля или наполеон, продавая их за целебные курортные публики. Впрочем, в Крыму в летние и осенние сезоны все целебное. Целебный виноград, целебные цыплята, целебные чадры, целебные туфли, кизиловые палки и раковины, продаваемые морщинистыми лукавыми татарами и важными бронзовыми грязными персами. Остальные владельцы ходят в свой виноградник, или, как здесь говорят, в сад, только два раза в год. В начале осени для сбора ягод, а в конце для обрезки, производимой самым варварским образом. Теперь времена изменились, нравы пали, и люди обеднели. Рыба ушла куда-то в трапезонт, оскудела природа. Теперь потомки отважных листригонов, легендарных разбойников-рыболовов, катают за пятачок по заливу детей и нянек, и живут с дачей своих домиков в наймы приезжим. Прежде виноград родился вот какой, величиной с детский кулак, и гроздья были по пуду весом, а нынче и поглядеть не на что. Ягоды чуть-чуть побольше черной смородины, и нет в них прежней силы. Так рассуждают между собой старики, сидя в спокойной осенней сумерке около своих побеленных оград на каменных скамьях, вросших в течение столетий в землю. Но старый обычай все-таки сохранился до наших дней. Всякий, кто может, поодиночке или в складчину, жмут и давят виноград теми первобытными способами, которым, вероятно, прибегал наш прародитель Ной, или хитроумный Улис, опоивший такого крепкого мужика, как Полифем. Давит прямо ногами. И когда давильщик выходит из чана, то его голые ноги выше колен кажутся вымазанными и забрызганными свежей кровью. И это делается под открытым небом в горах, среди древнего виноградника, обсаженного вокруг миндальными деревьями и трехсотлетними грецкими орехами. Часто я гляжу на это зрелище, и необычайная волнующая мечта охватывает мою душу. Вот на этих самых горах, три, четыре, а может и пять тысяч лет тому назад, под тем же высоким синим небом и под тем же милым красным солнцем, справлялся всенародно великолепный праздник Вакха. И там, где теперь слышится гнусавый теноришка слабогрудого дачника, уныло скрипящий, и на могилу приноси хоть трижды в день мне хризантемы, там раздавались безумно радостные божественные пьяные возгласы «Эвое! Эвен! Эвое!». Ведь всего в четырнадцати верстах от балаклавы грозно возвышаются из моря красно-коричневые острые обломки мыса Фиолент, на которых когда-то стоял храм богини, требовавший себе человеческих жертв. Ах, какую странную, глубокую и сладкую власть имеют над нашим воображением эти опустелые изуродованные места, где когда-то так радостные и легко жили люди, веселые, радостные, свободные. И мудрые, как звери. Но молодому вину не дают не только улежаться, а даже просто осесть. Да его и добывается так мало, что оно не стоит настоящих забот. Оно и месяца не простоит в бочке, как его уже разливают в бутылки и несут в город. Оно еще бродит, оно еще не успело опомниться, как характерно выражаются виноделы. Оно мутно и грязноватое на свет, со слабым розовым или яблочным оттенком, но все равно пить его легко и приятно. Оно пахнет свежераздавленным виноградом и оставляет на зубах терпкую кисловатую оскомину. Зато оно замечательно по своим последствиям. Выпитое в большом количестве, молодое вино не хочет опомниться. И в желудке продолжает таинственный процесс брожения, начатый еще в бочке. Оно заставляет людей танцевать, прыгать, болтать без удержу, кататься по земле, пробовать силу, подымать невероятные тяжести, целоваться, плакать, хохотать, врать чудовищные небылицы. У него есть еще одно удивительное свойство, какое присуще и китайской водке ханчжин. Если на другой день после попойки выпить поутру стакан простой холодной воды, то молодое вино опять начинает бродить, бурлить и играть в желудке и в крови, а сумасбродное его действие возобновляется с прежней силой. Оттого-то и называют это молодое вино бешеным вином. Балаклавцы хитрый народ и к тому же наученный тысячелетним опытом. Поутру они пьют вместо холодной воды то же самое бешеное вино. И все мужское коренное население Балаклавы ходит недели две подряд пьяное, разгульное, шатающееся, но благодушное и поющее. Кто их осудит за это, славных рыбаков? Позади скучное лето с крикливыми, заносчивыми, требовательными дачниками. Впереди суровая зима, свирепые нордосты, ловля белуги за 30-40 верст от берега, то среди непроглядного тумана, то в бурю, когда смерть висит каждую минуту над головой, и никто в баркасе не знает, куда их несут зыб, течение и ветер. По гостям, как и всегда, в консервативной Балаклаве ходят редко. Встречаются в кофейниках, в столовых и на открытом воздухе. За городом, где плоско и пестро начинается роскошная Байдарская долина. Каждый рад похвастаться своим молодым вином, а если его и не хватит, то разве долго послать какого-нибудь бездомного мальчишку к себе на дом за новой порцией? Жена посердится, побронится, а все-таки пришлет две-три четвертных бутыли мутно-желтого или мутно-розового полупрозрачного вина. Кончились запасы, идут, куда понесут ноги. На ближайший хутор, в деревню, в лимонадную лавочку, на девятую или на пятую версту Балаклавского шоссе. Сядут в кружок среди колючих ожинков кукурузы, хозяин вынесет вина прямо в большом расширяющемся кверху эмалированном ведре с железной дужкой, по которой ходит деревянная муфточка, а ведро полно верхом. Пьют чашками, учтиво, с пожеланиями, и непременно, чтоб все разом. Один поднимает чашку и скажет «Стань ясо», а другой отвечает «Си и я». Потом запоют. Греческих песен никто не знает. Может быть, они давно позабыты, может быть, укромная, молчаливая Балаклавская бухта никогда не располагала людей к пению. Поют русские, южные, рыбачьи песни. Поют в унисон страшными каменными, деревянными, железными голосами, из которых каждый старается перекричать другого. Лица краснеют, рты широко раскрыты, жилы вздулись на вспотевших лбах. Закипела в море пена. Будет, братцы, перемена, братцы, перемена. Зыб за зыбом часто ходит, чуть корабль мой не потонет, братцы не потонет. Капитан стоит на юте, старший боцман на шкафуте, братцы на шкафуте. Выдумывают новые и новые предлоги для новой выпивки. Кто-то на днях купил сапоги, ужасные рыбачьи сапоги из конской кожи, весом по полпуда каждой длиной до бедер. Как же не вспрыснуть и не обмочить такую обновку? И опять появляется на сцену синее малированное ведро, и опять поют песни, похожие на рев зимнего урагана в открытом море. И вдруг растроганный собственник сапог воскликнется слезами в голосе, товарищи, зачем мне эти сапоги? Зима еще далеко, успеется. Давайте пропьем их. А потом навернут, наконец, нитки катышок из воска и опускает его в круглую, точно обточенную дырку норы тарантула, дразня насекомое, пока оно не разозлится и не вцепится в воск и не завязет в нем лап. Тогда быстрым и ловким движением извлекают насекомое наверх на траву. Так поймают двух крупных тарантулов и сведут их вместе в днище какой-нибудь разбитой склянки. Нет ничего страшнее и азартнее зрелища той драки, которая начинается между этими ядовитыми, многоногими, огромными пауками. Летят прочь оторванные лапы, белая густая жидкость выступает каплями из пронзенных яйцевидных мягких туловищ. Оба паука стоят на задних ногах, обняв друг друга передними, и оба стараются ужалить противника ножницами своих челюстей в глаз или в голову. И драка эта от того особенно жутка, что она непременно кончается тем, что один враг умерщвляет другого и мгновенно высасывает его, оставляя на земле жалкий сморщенный чехол. А потомки кровожадных листригонов лежат звездой на животах, головами внутрь, ногами наружу, подперев подбородки ладонями, и глядят молча, если только не ставят пари. Боже мой, сколько лет этому ужасному развлечению, этому самому жестокому из всех человеческих зрелищ. А вечером мы опять в кофейной. По заливу плавают лодки с татарской музыкой, бубен и кларнет. Гнусава, однообразно, бесконечно уныло всклипывает незатейливый, но непередаваемый азиатский мотив. Как бешеный бьет и трепещется бубен. В темноте не видать лодок, это кутят старики, верные старинным обычаям. Зато у нас в кофейной светло от ламп молния и двое музыкантов, итальянец Гармония и итальянка Мандолина, играют и поют сладкими осипшими голосами «О Нино, Нино, Марьянино». Я сижу, ослабев от дымного чада, от крика, от пения, от молодого вина, которым меня почуют со всех сторон. Голова моя горяча и, кажется, пухнет и гудит. Но в сердце у меня тихое умерение. С приятными слезами на глазах я мысленно твержу те слова, которые так часто заметишь у рыболовов на груди или на руке в виде татуировки. Боже, храни моряка! Редактор субтитров А.Семкин